А что, ты думаешь, что журналисты бы... Так, нам тут что-то замазали все. А Сен-Дура все замазала. Ты думаешь, что если бы мы съели тортик, журналисты бы не опубликовали в новостях, что было произведено жестокое убийство тортика? Ну, видишь, убийство было бы, если бы нас убило. Пока убийства не было. А убийство тортика? Вот такое. Итак. Убийство тортика. Третья игра серии Элементарно. Убийство в День Независимости. В общем, суть до дела. Что, по ролям будешь читать, нет? Хочешь быть в службе спасения? Нет, давай ты. Ну что ты, чесняшка. Служба спасения 911. Чем я могу вам помочь? Да, здравствуйте. Мы нашли тело в поместье Рок-Валли. По какому адресу? Это здесь. Поместье Рок-Валли. Особняк Рок-Валли? Правильно вас понимаю? Да. Да. Я нашел тело в кустах. В роще. В поместье Рок-Валли. Вы проверили признаки жизни? Уверяю вас. Это уже не нужно. Парень точно мертв. А вы знаете жертву? Я не знаю. Это белый мужчина. Он не из семьи Рок-Валли. С мистером и миссис Рок-Валли все в порядке. И с их детьми тоже. Простите. Простите. А с кем я сейчас говорю? Меня зовут Уильям Грегс. Я садовник и сторож в поместье. Хорошо. Полиция уже едет к вам. Спасибо. Тюнь, тюнь, тюнь. Каждый из нас, как правило, получает по три карты. И раз, два, три. И так Стас начинает выкладывать свою информацию. Которая есть. Давайте я поделюсь, что у меня есть информация о мистере Рок-Валли. Про сенатора Джонсона. И что-то про пруд. Есть еще то, что мистер с Рок-Валли связано с Джеймсом. Какое-то поглощение. Так. Какие-то очень интересные информации, которое может привести к неожиданным результатам. Может привести. А может и не привести, да. Тут же такое. А может мы опять. Так, ну что у нас есть. Так. Мы увидим, что что-то тут. У нас есть информация об одежде жахтвы. Так, у нас есть информация, что у фермера МакКвинли недавно пропало несколько голов скота. И он уверен, что на скот напали медведи. Так, но нашего зовут вроде Рок-Валли. Рок-Валли и МакКвинли, конечно, похожи. Но терпали скот. Может быть, конечно, это видите. Такое ощущение, что какая каждая первая карта она будет вообще мимо. Не знаю. Тем не менее, Стас добирает карту. Миш? Почему? Да. Два за чтения, мне говорит. А почему два за чтения? Что не так? Ну хорошо. Подождите, почему два за чтения? Хорошо будет не два. Но подожди, ты если ставишь двойку, ты хотя бы обосной. Я чё, я читал по стогам, что ли? Я где-то ошибался. Не ставил ударения ни там. Не соблюдал знаки припинания. Почему? Честно? Ты, 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 ты... Как так, как так, надо сейчас сказать коротко и понятно. Ты вообще не угадал. С чем не угадал? С чтением садовника ты вообще не откопал. Ну, извините, у меня никакой информации не было, никакой о садовнике. Вот у тебя вот какая-то информация есть, поэтому давай делись уже. А то мы все ждем. Так, ну тут интересно, просто вот эту, вот эта, вот эта вот информация, она действительно стоящая или просто стоит запомнить и выкинуть? А, этого никто не знает. Короче, если что, у меня есть информация по одежду жертвы. Я ее запомню. Кроме, знаете, который сейчас день, между словом? Пока... Так, а сброс у нас здесь, да? Нет, здесь у нас карты. Сброс там. Так. Ты что-то запомнил. Окей, я подумаю, что я тебя поверю. Я, наверное, тоже что-то запомню, да? Пом. Окей. Я тоже это запомню. Такая карту, кстати, не забрал, да? Следующий. Окей, у нас есть информация. Стас постоянно делится информацией. По данным судебно-медицинской экспертизы причина смерти удушение время смерти от 6 вечера до полудня полночи. Ну, хорошо. Вряд ли медведь это было. У меня почему-то есть определенные подозрения, конечно, которые я пока не буду озвучивать. так. Ну, смотри, у нас есть карта. Карта у нас не просто так. Да, ну, наверняка. Что у нас сказано? В лестерок Валли нашел тело в кустах в роще. Роща это вот. В кустах в роще. Это не эти кусты, не эти кусты. Это где-то вот здесь вот просто. Какой-то какой-то кролик нарисован печальный от глаз, от уха. В смысле, мы же засчитали из того, что есть. Еще не дали-то. Так, сейчас Миша ходит. Так. То есть, тебе нужно время, ты пиши, пожалуйста. Миша, нет, не изверье. Ну, как бы мы все в равных шансах, мы особо-то тоже ничего не знали. Значит, чем есть... Ну, ладно, давайте поделимся с вами вот этой информацией. Мне нравится, что тут по три карты. Все, в 34. Итак, горничная рассказала, что на прошлой неделе нашла в комнате Джеймса пакетик с мариванной. По словам Джеймса, пакетик принадлежит его другу. Он просто рядом стоял. Окей. Мы знаем, что есть какой-то Джеймс. Мы знаем, что есть у нас кто? Мы знаем, что у нас есть садовник, есть горничная. Окей, знаете, я буду жадным. Я буду жадным. Я сброшу карту. Еще одна. Следующая. Ты можешь это говорить, да? Окей. Хорошо. У меня есть информация от мисс Раквали, кстати. У меня есть две штуки, о которых я вообще ничего могу сказать. Могу сказать, что мистер Раквали как-то связан с сенатором Джонсоном и его семьей и что-то там с прудом. Так, Води, ты стас ходишь. Да, ты ходишь. Я решил не делиться информацией. Итак, ты решил дать зачем-то карту от поместья Раквали, где находится и там Грием, Вилл, тюрьма и прочее. Окей. А что нам это дает? Сейчас давай я выложу свою карту и будем отсюда что-то у меня есть показания от миссис Квали что еще были слышны полицейские сирены и вертолет. А мы знаем, что тут рядом есть тюрьма. Есть какие-то подозрения сейчас. Почему мы знаем, что рядом есть тюрьма? Потому что вот у нас есть карта на которой есть рядом тюрьма. Ну да, действительно. Это может иметь место. Нужно ли оно нам? Чтобы такое делать? Какое-то неясно. Хорошо, я не знаю, насколько это будет полезно, но давайте, возможно, это очередное видите. Но я скажу так. У меня есть показания, просто много почеркнутого, что мистер Роквали сказал, что 4 июня они праздновали День Независимости с сенатором Джонсоном и его семьей. Обедали они в беседке, а фейерверки и петарды запускали около пруда. Наверное, это видите, но пусть будет. Сейчас не нужную информацию буду назвать видите. Окей. Следующий. встал 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 Так, что с нами информация куда-то поделился или что-то карты не набрал. Карту добирай. Добирай сейчас. Что делать? Если люди забывают добирать карты. У меня есть информация про изгородь и дыру. Да, у меня есть информация по поводу жертвы. Угу. Что, скорее всего, усилит некоторые наши предположения. Я все равно с вами поделюсь. Скидывай. Пошел. Информация по поводу жертвы. Это мужчина на вид атлетического телосложения с многочисленными татуировками на руках. Ну, окей. Окей. Я могу сказать только, что естественно скверить дыра того, что идет. Больше ничего говорить не буду. Следующий. Сейчас. Так, подожди, мы же по порядку уходим, да? Да, ты сказал мужчина. Сейчас. Сбрасывает карту. Окей. Миниум пасбироса выполнили. Следующий. Так. 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 причина смерти у души. Вопрос. А у души в данном случае какое? То есть, что его задушили или что он мог сам задохнуть? Задохнуть. Классно же. Удушение. Не, а, у души нет. Почему утонул? Ох. У него утопление же. Тоже самое, что и асфиксия. Это может быть повешение, удавление петлей, просто руками, задавание груди, живота и прочее. В общем, ему мешали дышать. Может, просто нос двумя пальцами заткнули. Почему? Он не смог дышать? И умер. Вопрос. А если при астме может быть такое? Сейчас говорит, что может. Наверное, что-то знает. Вообще, да, я тоже соглашусь. Что есть ненасильственная в последствии болезни, в том числе, бронхиальная астма. Вот, да, вполне. Просто у меня какая-то сложилась определенная ветвь подозрений. Ты ходить-то будешь? Ветвь подозрений. Так, мой ход. Значит, по-моему, вот эта информация, мне кажется, бесполезна, но я ее запомню. Это хорошо. Все, что я могу сказать, это уехал из поместья. Кто-то уехал из поместья. Окей. А я кое-что скажу. Я могу сказать одно. Без охраны. Переходишь? Я что, без охраны? Переходишь? Следите, пожалуйста. Я, конечно, могу включать ходилку. Это будет постоянно. Тюдюньк. Тюдюньк. Так. Сейчас ходят шардов. Сейчас я хожу. Так, давайте тут относительно карты вот этих как-то соберемся, что ли. Так вот, у нас пока только всего два фрагмента. Поместье Квелли, то есть сверху у него входа нету, да? То есть вход должен быть где-то снизу. Правильно я понимаю? Ну, но может где-нибудь здесь, здесь, то есть где-нибудь здесь может быть сворот, здесь может быть сворот. Нет, просто если вот для Грей Амвиль здесь показан сворот, то для поместья Квелли его нету. Ну, смотри. По факту. Ай, извините. Нет, так вот. Это просто может быть где-нибудь вот так вот сворот, где-нибудь вот здесь мог быть сворот, и со самого поместья может быть где-нибудь здесь. ну или даже только мое предположение. Так. Что-то мне подсказывает, что видишь? А. Что такое? Тебе сказать, кто ходит? Кто? Ты. Я знаю. Поэтому если бы ты меня не отвлек, сейчас было бы все быстрее, поэтому я считаю, что вот этот вот кусочек не нужен. тихо, ничего не делал. Так, и добивай карту. Окей. Окей. Давайте я скажу немножко, что мистер Раквали собаки и с инструментами. Давай. Это, кстати, очень интересно. Возможно, имел бы смысл, чтобы ты эта информация с нами все-таки поделился. Думаешь? Думаю, да, потому что я же не знал это, пока ты не сказал. А, ну, хотя да, могли это обсудить. По данным судебной медицинской экспертизы, раны на лице и запястье были нанесены после смерти жертвы. Так, а у меня вот здесь вот такая информация, что лицо жертвы было изуродовано, правая рука была отделена от тела. Но мы знаем, что рука была лицо изуродована и на запястье, так что она была отделена, это уже после смерти было. То есть тут уже сложно сказать, насколько это полезно. Окей. Окей. Вот просто собаки, вот сейчас собаки, вот очень интересно насчет собак, что было. А-а-а. Ну что, вылез собаки с инструментами. Так. Очень интересно теперь. Окей. Потому что у меня есть изображение камина. Вот, это интересно. А ты можешь об этом говорить, да? Я могу сказать, что мне есть сенатор Джонасон и Марихуана. Как это они связаны? Каким я насказать не могу. Мы знаем, как все это связано в принципе с историей, но как это связано с нашим делом, мы пока не знаем. Собственно, вот с инструментами. куча куча тропор лопата сломанная пила. Сломанная складная пила. Если я правильно понял. И подожди, она складная или просто стандартная едят? Нет, по-моему, стандартная. Какая-то ножовка. Окей, наверное, это важно. Так, у тебя там была информация какая-то по поводу дыры в ограде? Да, дыра ограда. Да, была. Мне кажется, это как-то связано со сломанной пилочкой. Кто знает. Так, ну, по поводу камина, ну, тут я не вижу ничего действительно полезного, поэтому я ее отправляю. Да. Окей. Как-то закончилось. Угу. Хорошо, давай тогда поставлю так. По поводу того, что было удушение, мы знаем. Давайте уточню, что это были отметины подставления звеньями металлической цепи. Даже так. Окей. Да, мне кажется, металлическая цепь может иметь значение. мешало двое, говорит, Стас. Окей. Возможно. Вполне. это враг, да. Так, тогда, кстати, к этому да, имеет смысл. но вопрос, если правая рука делена от тела, правая рука видимо была без цепи, если он крыл руку, снял цепь, наверное, и он быстро с рукой и ушел. То есть они, допустим, связаны, правая рука у них с цепью, друг с другом, но вдруг они такие. Он вот цепи обворачивает здесь. А, окей. Окей, да. Имеет смысл. Ну да, и сам с цепи ушел. Имеет смысл. Хорошо. То есть, тогда, так, что сейчас, ты? Да. Да. Тогда вот у меня тут есть интересная информация о гоночной. Упаляю, исчезли. Ну, технически было хуже, что-то, что чучу-чучок переодевался. Просто, возможно, пока они праздновали около пруда. человек прошел в особняк и украл туда одежду. Ну, смотри, у нас есть также, что еще? Что собаки связаны с инструментами, если я правильно помню. Что-то вроде этого говорил. Так, вот мой ход. Давайте не будем за линовать. забрасываю карту. Следующий. в этой карте тоже нет ничего, поэтому тоже не сбрасываю. карта. Окей. Ну, давай. тоже сбрасываю карта. Окей. Сейчас сбрасываю карту. Окей. Ну, что ж. Мы поняли, что сбежало двое преступников. мы поняли, что один другого убил цепью, отпилил ему руку и, соответственно, снял крово и сбежал. Окей. Что еще мы поняли? Давайте скажу, что я помню из того, что было. Действительно, в ограде была, она вся была целая, но в одном месте у нее была дыра достаточно для того, чтобы мы смогли пролезть два человека. Действительно, сосед товарища попросил нашего Роквальда сказал, что собаки его были возбуждены, видимо, из-за переверка. Потом попросил их отвезти в сарай с инструментами. Курничная или Мишна Джеймс сказала, что сам Джеймс который здесь вот идет, который развлекается Мерхуаной, весь день был занят игрой в телефоне. Сильно, видимо, был не неподозреваемый из того, что было. Посмотрю, гулял с собаками в бассейна, пишет Стас. Также я знаю, что у нас внизу есть перекресток с еще дорогой 153. А здесь наверху, то есть у нас поместье идет, и здесь наверху у нас есть стрип-клуб. Так, а вот здесь вот я знаю, что вот вот здесь вот есть шоссе 113, и вот здесь вот относительно поместья Роквали есть поместье вот Мак Квинли, там дорога и там как раз медвежий заповедник. Но как вы поняли, медведи тут особо ни с чем не связаны. Медведи, это Витя. Это я просто рассказываю. Что я знаю, что я еще помню? Витя. причина смерти и удушения 18.00, действительно, когда был праздник. Действительно, мистер Джонсон, который сенатор, он приехал на вечеринку без охраны. Что касается связи сенатора и марихуаны, он говорит, что он подозревает, что демократы связаны, явно хотят регализовать проект продажи марихуаны. Тут уже пришла не сильно важная информация из того, что идет. А что, подскажи, было с камином? Да, камин там просто зажженный камин, спичечный коробок со спичками надеванием, спички возле камина валялись, на камине стояла статуэтка единорога, какой-то белый, то ли это была какая-то банка, с чем-то, то ли это пакетик с чем-то белым был. Вот, честно, было сложно понять, что это. А, да, я чуть не забыл, кому-то начало отвечать. У меня было доуказано еще, что было четыре прислуги. Это личный тренер, миссис, как там ее? Миссис Роквалли был садовник, горничная и, блин, и конг-повар, что ли? Их было. А, еще там была информация, что садовник уехал до приезда Джонсонов. Окей, теперь можем приступать. Лил. И еще, еще была информация, что жертва из одежды на жертве были только трусы и носки, но я не думаю, что это важная информация. Ну, трусы и носки, да, забавно. Трусы и носки. хорошо. Итак, кто убит? Миша, можешь делать то, что у тебя получается, сделать столбик от 1 до 10. Что радует, что возраст от 6? А, он сжег одежду заключенных в камине. Пишет, Стас, это имеет. Действительно, скорее всего, если они заключены, у них есть какая-то тюремная роба. А, ну, возможно, слушай. Слушай, но смотри, если у них идет праздник, идут фейерверки, люди как бы из дома не выезжали тут недалеко, пробираться и сжигать что-то, если это какой-то левый человек, какой-то кто-то другой, это очень странно. Вместо того, что идет. Кто-то из членов семьи Джонсонов тоже вряд ли, Джонсон он сенатор, вряд ли он был здесь делать. Здесь. Убийца, ну, хорошо, убийца, кто-то другой. Хорошо. Если это на что бы, чтобы цепь снять. Хорошо. Давай, Г. Я, в принципе, согласен. Если это на кого-то другой. Г. Кот, кто вместе сбежал из тюрьмы. Насколько мы знаем, вроде никто из семьи не сбегал, из прислуги тоже. Дальше. Где была жертва за 12 часов до убийства? Другой вариант. Ну, да, другой вариант. И в тюрьме была. Вместо того, может, конечно, где кого-то и дом родной, но вряд ли. Почему рука убитого была отделена от тела? Так, чтобы вы, чтобы что-то у него забрать, очевидно. В. Зачем ты рисуешь? Так, окей. Да, я понял, что хотел сказать. Эдом. Зачем лицо убитого было изуродовано? Чтобы было сложнее опознать, чтобы убить его, чтобы у него что-то забрать, чтобы что-то этим сказать, чтобы сложнее опознать. Это что за грибочек? Да, давай, А. Вот, А. Клапно, все не смотри. Почему убитый был раздет? Так, тоже считаю, что А. Да. Чтобы сложнее опознать. Такое. Где одежда жертвы? Ее сожгли. Если нам хорошо был камин, камин, наверное, был чем-то важен. Где орудие убийства? Его закопали, его сожгли, убийца забрал его с собой. Оно в особняке. Оно в особняке? Нет, подожди, цепь. Цепь убийца забрал его с собой. Цепь мы вроде нигде не видели, да? Да. Мы видели только пилу. Ну, она является орудие убийства. Где находится одежда пропавшей из шкафа мистера Роквали? Убийца забрал ее с собой. Кто сломалась? Нет. Убили-то не пилой. Цепь ее... Какую-то пили запястье. Цепь, она как бы целиком с этим, она была забрана. Одежда... Одежда не сломалась. Я думаю, вы 8-в. Так сказали. 9. Какие отношения связывали убийцу и жертву? Профессиональные или другой вариант? Интересно, по-моему, в случае. Ну, пилоты сломалась, да. Почему-то другое. Может, профессиональные, то, что как бы и тот вор, и тот преступник, и тот преступник. Можно ли считать преступников товарищами одной профессии? Это не профессия, пишет Стас. Ну, да. Такая. Хорошо, пусть будет другой. Кто был на месте аварии на шоссе 151? Шоссе 151, это к Стасу, это к Стасу. У него должна была быть. Слушай, я про аварию вообще не в курсе, что было. У меня информации про это не было. А вот Стас, говорит, он в курсе. Стас, давайте ли есть информация. Так, ну смотри. Оно, получается, там, где Стас карту. Нет, у нас была карта, где показывали. А вот не эта. Она была у тебя. Она была у тебя. Так, хорошо. Я знаю, что здесь стрип-клуб был. Стрип-клуб я запомнил. Была здесь, по-моему, так, 142, 163, по-моему, 151, где-то вот так вот идет. Хотя я могу ошибаться. Кажется. Ой, извините. Где-то вот так вот шло. То есть, 151? Наверное, 151 было. Не понимаю. А или Г? Джеймс Роквали. Джеймс Роквали-то вот здесь праздновал. Ну, 16 лет. Нет, эта авария могла быть до этого где-то когда-то. Ага. Ну, давай я. Ага. Ну, да, пускай будет там. Три ответа А, три ответа Г, три ответа В, один Б. Окей. Нет. Не А, говорит. Точно. Еще не А. Стоит, с другой стороны. Ну, правильно, это больше одного. Это значит, что убийцы и жертвы вместе были? Нет. Вот, понимаешь, кто-то мог из аварии попасть в тюрьму, но убийцы и жертвы. то есть в данном случае мог попасть один. По-моему, пассажиров, по-моему, не сажают за то, что этот. Нет. Они ответственность не несут за действие водителя. У нас кто-то один, но кто, непонятно. Подожди, напишут NH2WING от WIFU. Активная перевозка была. Думаешь? Они сбежали при аварии. Слушай, тогда правильных ответов больше одного. Окей, если у нас есть такой вариант. Окей, мы-то не знаем. Хорошо. Итак, подожди, давай пока перед тем, как мы перейдем к тому, что произошло на самом деле, посмотрим, а что мы пропустили. Пытаться понять. Здесь и заодно отсортируем. У Раквали было трое детей. Джеймс, Розмари и Диана. Можем собрать карту. 142 из Трактис-Клуб. Из одежды на жертвы были только трусики. Спина убитого была зеленая от травы. Вся предлога считалась, чтобы сад и особняк выглядели безупречно к визиту сенатора Джонсона. Такое. Прислуга повар-садовник горничный тренер. Миссис Раквали Джеймс был возвращен мобильным телефоном. Вместе граждан достаточно. Так. Сказала, что пожалела собак. Вместо того, чтобы их запереть, пошла с ними гулять около бассейна. Садовник уехал из поместья перед приездом. Сенатор приехал без охраны. Горничная рассказала, размера не было. Когда вся семья и гости запускали фейерверки, она гуляла с собаками в это время. Окей. Вот, собственно, карта. А вот этого части у меня не было. Ну, она и не имела никакого особого значения. Окей. Сенатор Джонсон уверен. там какие-то действительно какая-то ткань там есть. Ну, это не похоже на обычный камин, потому что слишком много спичек больших с ним горит. Лежит. То есть, явно что-то пытались сжечь. Так, движение на шоссе было прервано из-за автомобильной аварии. Окей. с 19-19 серии до 3-15. Тоже, да. Хорошо, это интересная информация. Так, мы сейчас четверть, зачем перемешиваешь. вот, и шоссе 150. Да, это под под вот так вот оно ведет. Вот так. Угу. Мы тут. Окей. Так, только давайте не забудем, что из этого наше, что нет. Этого и наша карта пока сдвинем сюда. Так, всем. Всю информацию отсортировали. Нет, не все. Так, он счет их тут накидал. Так что нет, непонятно. сложно, страшно. И не ясно. 14. 11. Эй. окей. заморочились. Итак, что же было на самом деле? Тело принадлежит заключенному, которого задушил его тварич, железной цепью, связывавшей их. Они воспользовались автомобильной аварией, чтобы убежать из фургона, который вез их в тюрьму, и спрятались в поместье в Роквале. Беглецы проникли на его территорию через дырку в изгороде окружающей поместья. Атлетическое телосложение и татуировки на теле жертвы подтверждают эту версию. Пока члены семьи находились в беседке и около пруда, на другом конце поместья, беглецы спрятались в старой с инструментами, и там попробовали распилить цепь ножовкой по металлу, но та оказалась недостаточно крепкой. Раззлившись из-за неудачи, один из заключенных задушил другого цепью и топором. Отрубил ему руку, чтобы избавиться от соучастника. Он сорвал с убитого тюремную одежду, оттащил его в рощу и изуродовал лицо, чтобы поисковым бригадам было сложнее его обнаружить и опознать. Убийце необходимо была новая одежда, чтобы не выделяться из толпы, поэтому он взял костюм из шкафа мистера Квали и сжег тюремную одежду, свою и убитого в камине, чем очень сильно его испачкал для июльского вечера во Флориде. Пусть это июль был. Причем именно в тот день, когда прислуга вычитала весь дом до блеска. Итак, считаем правильные очки. Итак, погнали. Г, Г, В, А, А, В, Виктор, Виктор, и Гоша, и Глеб. Подожди, еще не все, мы еще минусы должны получить. так, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 24, зараза, ее тут нету. Нету, да, она вот здесь. 24 минус, 25, 28, 29 и 32, минус 2. Итак, сколько у нас получается? 20 минус 2, 18, 18 и более, поздравляю, мы теперь не инспектор Лестрейд, мы теперь Шерлок Холмс. Отлично, как детективы, вы близки к совершенству. Ну что ж, мы поднялись, так как у нас был Стас, поэтому да. Что ты делаешь? Окей, как вам третье дело? Что понравилось? Что не понравилось? Мне понравилось, что не все так просто. Как всегда, все не так просто. Меня сами удивляешь, в который раз приходит Стас, говорит так, вот у меня есть версия, и она оказывается правильная. Да, в данном случае у Стаса шансов победить больше, чем у нас с тобой вместе. что если он фанат химидетективов и в свое время просто всю Донцову, химилевскую, Агату Кристи. Кто там у нас еще был? Сочетал до дыр. Я смотрел след. Может еще и Шерлока смотрел? Любого причем? Ну что ж, старого смотрел, нашего смотрел? С Литвиновым? Давай так, там по-русски разговаривали или не по-русски? Да. Отлично. Ру. Неплохо. Я думаю, сегодня можем с собой гордиться. Как вы думаете, на какую оценку мы пройдем четвертое дело? Завтра уже. Ну да, ты очень близок к тому, чтобы перевернуть. Что ж, до встречи, до завтра. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok